Мы сегодня с вами катаемся по городу Клерманд, по городу Кругланд, и, как вы видите, это огромная земля, вокруг природа, необъятные поля, широченный горизонт, и, мне кажется, здесь много солнца, и всем его хватает. Я не встречала обиженных людей, которые бы хотели уехать, или даже бывают такие моменты, что всё пропало, но, естественно, это же тяжёлая жизнь, это нелёгкая. Многие вещи тут приходится делать на сопротивление. Бывают моменты, но бывают преодоления и такое ощущение, что я сделал это, и потом к следующему шагу ты готовишься, уже я могу это сделать. У меня даже был такой момент, когда я училась вождению, это было очень страшно. Мой первый учитель, так сказать, в кавычках, взял меня учиться водить автомобиль первым разом на парковку какого-то высотного здания, где в тот день был выходной, никого не было, парковка была свободна, я могла там рисовать любые публики, какие можно. То есть там я почувствовала руль, там я почувствовала, что машина едет сама собой, если её завести, что такое газ и тормоз, и даже начала изучать основы парковки. Это было прекрасно, это у меня открыло какое-то дыхание и веру в то, что я могу водить машину, потому что когда на родине я пыталась водить машину, первый мой выезд, он состоялся под давлением, и мне было сказано, если ты не поедешь, ты поедешь всё равно, и я поехала прямо в дерево, и потом мы долго искали банкер, но, слава богу, все были живы, это был стресс, я пережила стресс и думала, что всё, больше никогда, буду ездить только с персональным водителем. Ну, а здесь невозможно без вождения, невозможно без автомобиля, вы видите, какие расстояния, мы вышли просто в магазин прогуляться. За хлебушком. За хлебушком. И вот так вот мы всё едем и едем, уже вам рассказали столько историй. Так вот, решилась я, учите меня водить. Хорошо, первый урок прошёл успешно. Такая эйфория была, что машина меня повезёт. Второй урок состоялся в горах. Ну, не совсем в горах-горах, а вот таких вот холмиках, как вы знаете. И что меня там очень сильно насторожило, испугало в этих горах, это то, что когда я поднималась в гору с хорошей такой тягой, мне навстречу ехал огромный грузовик. И вот мне как-то из горы он вырос неожиданно. Было очень страшно и непонятно, едет ли он на меня повстречной или что, или вообще как. Я испытала шок, я просто остановилась, встала как и шаг и никуда не поехала дальше. На этом волонтерские занятия окончились. Пришлось нанимать учителя. Как я нанимала учителя, это очень интересно. Я нашла в интернете школу под названием Миллениум. Расположена она была в Даунтауне Орландо. И это звучало так прекрасно. Ну, разве можно в Даунтауне сделать школу, которая не будет какой-то ответственной, хорошей и высшего уровня. Надо сказать, что любой преподаватель вождения оснащен по-особенному. Машина имеет дополнительные тормоза со стороны пассажира, которым является учитель. И он, в общем-то, гарантирует безопасность таким образом, если куда-то ученик поехал не туда. Так вот, мой первый урок с учителем был в Прекрасе. Он меня провез по каким-то улочкам, вывел на скоростную трассу с ограничением скорости 60 миль, а это значит 90 км в час, и сказал, ехай. И у меня не было выхода. Но трасса была свободной, и наверняка мой учитель знал, что он делает. У меня открылось еще раз второе дыхание. Я ехала. Был только один момент сомнительный, когда где-то там я чуть-чуть махнула рулем, он мне сделал выговор, что на скорости 60 миль это не лучшая идея делать такие моменты. Но это был первый день. Мое обучение длилось две недели. Принцип был такой. Мы ехали из моего города в другой город на этом автомобиле по всем правилам дорожного движения и заезжали за следующей ученицей. Потом эта ученица доставляла меня домой, подхватывали кого-то другого. Такая цепочка обучения всех странные. были у него ученики. Я помню, одна женщина, с которой он имел очень большие трудности, она приехала из Лондона. И сама она ямайского происхождения женщина. А что такое лондонское вождение? У них руль с другой стороны, и едут они по другой стороне. Вот в Британии, в Японии, они такие люди островные и ездят странным образом. И здесь, конечно, всегда, когда она хотела повернуть на свой манер, а женщина была пожилая, 70 лет, то есть там уже твердые, устоявшиеся принципы вождения были. Там, конечно, она нашему учителю задала жару. Но это так, лирическое отступление. Он меня научил водить очень хорошо. Он видел, когда у меня стресс, он давал мне жвачку, рассказывал анекдоты, включал музыку, снимал стресс, говорил, когда нужно дышать, и как надо дышать. И это было очень интересно. Когда пришел в момент сдавать экзамен на вождение, он мне сообщил, что я не готова. Я устроила скандал, как это не готово, как это быть, я не смогу больше его, уже у меня нет денег ему платить за эти уроки. Он сказал, ну тогда я ничем не могу помочь. Или ты готова, или нет. Ты не готова, ты не сдашь экзамен. И мне пришлось взять еще неделю, но уже настроиться серьезно. Не по-детски. В конце концов, я сдала экзамен, сдавала его в горах Клермонта. Вот вы видите, мы сейчас спускаемся с горы, и мне уже они были не страшны. И, конечно, я очень благодарна своему учителю вождения. Первый мой рейс без сопровождения был навстречу моей подруги Таисии. Рассказать? Да. Да, это было очень здорово. Я рассчитала свой маршрут так, что я приеду к ней, не сделав ни одного поворота. Только что вывернуться надо было из своего жилого комплекса. Это единственный поворот был в моем маршруте. А нет, был еще один поворот на Колониал Трам. Но я когда делаю свой маршрут, я его смотрю по карте, и я решила, там светофор я справлюсь. И я села на автомобиль, я дала газу, и я доехала в другой город, из города Орландо, я ехала в город Винтеркар. Там мы встретились с Таисией в Мале. Потом почему-то мы попродили помалу. Она мне рассказала про все, как ее мама сюда приезжала. Было очень интересно, нам вдвоем и весело. Потом она меня пригласила в какой-то ресторанчик. Мы съездили на ее автомобиль, и я насладилась ее вождением. Там уже не было сомнений, что я не сяду за руль, потому что я с пассажирами никак. И дальше она меня вернула туда, где нашла, и своим ходом я добиралась до дома, тоже с одним поворотом. Это вот был первый мой маршрут. И я помню, что она еще с гордостью заявила своему мужу, вот посмотри, русская женщина, она все способна. Она еще ни разу не ездила, не была за рулем самостоятельно. И вот она какой маршрут проделала, и мы встретились. Такой пример она приводила. Ну, это я рассказываю, потому что каждый, кто приезжает в Америку, и не водит автомобиль, нужно будет этому учиться. Если вас не встречают в Нью-Йорке, люди в Нью-Йорке, даже некоторые не имеют водительских прав, потому что они даром и не нужны, они пользуются подземкой, они пользуются такси. Ну, насколько это удобно, я не знаю, потому что у нас, вот сколько мы с вами ездили, это все наша поездка в магазин. Обзор продуктов в следующем репортаже.